Авторское телевидение Двадцать седьмого октября двадцать первого года. Все дни, как и раньше, и особенно эти последние проклятые годы, может быть, уже погубившие меня мучения, порой отчаяния, бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, хотя зачем это, и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы, а, может быть, из законных художественных оснований. Я все физически чувствую, я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду, и как остро, Боже мой, до чего остро даже больно. Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающем сырсаке мой кучер от красных ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь. После обеда в театры, на концерты, а там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал. И старался не думать, не додумывать. Было бесполезно так же, как и говорить с ней об этом. А она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши отношения с ней. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Похоже было на то, что ей ничего не нужно. Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины. За городом, хотя все-таки цветы были и у нее любимые, и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня. Любила, растягаясь на лимии ухой. Розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила, не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать и ужинать. Но сама обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах на концертах нас провожали взглядами. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы. В другое, левое, была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко белела слишком новая громада Христа Спасителя. В золотом куполе которого с синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившие вокруг него. Странный город, говорил я себе. Василий Блаженный, Испас на Бару, Итальянские соборы и что-то киргизское в остриях башен на кривлевских стенах. Приезжая в сумерки, я иногда заставала ее на диване только в одном шелковом археолуке, отороченном Соболем. Наследство моей астраханской бабушки, сказала она. Сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительные в своей гладкости тела. И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы, она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет. Потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя. Остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни, одетая, готовая к выезду, спокойная и простая. Точно ничего и не было перед этим. Куда нынче? Метрополь, может быть. И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сплежения она сказала мне, когда я заговорил о браке. Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь, не гожусь. Это меня не обезнадежило. Там видно будет, сказала я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой. Но и тут, что оставалось мне кроме надежды на время. Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, схватился за голову. Нет, это выше моих сил. И зачем? Почему надо так жестоко мучить меня и себя? Она промолчала. Да, все-таки это не любовь. Не любовь. Она ровно отозвалась из темноты. Может быть. Кто же знает, что такое любовь? Я. Я знаю, воскликнул я, и буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье. Счастье, счастье. Счастье наше, дружок, как вода у бредни, тянешь, надулась, а вытащишь, ничего нету. Это что? Это так. Платон Каратаев говорил Пьеру. Я махнул рукой. Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью. И опять весь вечер говорил только о постороннем, о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. Так прошел январь, февраль. Пришла и прошла масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая в короткой караклевой шубке, в караклевой шляпке, в черных фетровых ботиках. Все черное, сказал я, входя, как всегда радостно. Глаза ее были ласковые и тихие. Ведь завтра уже чистый понедельник, ответила она, вынув из караклевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. Господи, владыка, живота моего! Хотите поехать в Новодевичий монастырь? Я удивился, но поспешил сказать, хочу. Что же все кабаки да кабаки, прибавила она. Вот вчера утром я была на Рогожевском кладбище, я удивился еще больше. На кладбище? Зачем? Это знаменитые раскольничьи. Да, раскольничьи. До Петровской Руси хоронили архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованая, лик усопшего, закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, и на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы не понимаете. Идем. Вечер был мирный, солнечный, с инием на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колоколье. Я шел за ней и с умилением глядела на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда, как вы меня любите», сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом. Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра. Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор. «Поездим еще немножко», сказала она. «Потом поедем есть последние блины к Егору». В трактире Егорова в охотном ряду мы пришли в комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Троиручницы горела лампада. Сели за длинный, стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был выней. Янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слила с зрачком, и не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты, «Хорошо, внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троиручница три руки. Ведь это Индия. Вы, барин, вы не можете понимать так, как я всю эту Москву». «Могу, могу», отвечал я, а она говорила с тихим светом в глазах. «Я русская летописная, русские сказания так люблю, что до сих пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город названием Муром, в нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел, и вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд, и сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном. Я ж у тебя сделал страшные глаза. Ой, какой ужас!» Она, не слушая, продолжала. Так испытывал ее Бог. Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись такожде единовременно в монашеское одеяние. И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой, что это с ней нынче. И вот в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани. Погодите, заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра капустник художественного театра. Так точно? спросил я. Вы хотите поехать на этот капустник? Да. Но вы же говорили, что не знаете ничего, пошли этих капустников. И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать. Я мысленно покачал головой все причуды и бодро отозвался «Олла Райт». «Олла Райт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!